Для начала такое совсем простое упражнение, но то, что мы делали в прошлый раз, мы его самостоятельно в тетрадках сделайте, и в лазке ответ просто напишем, ответ нам понадобится дальше. Вот мы в прошлом семинаре считали, как и причем, ФАВЦ, ЛАВЦ штрих, где Л деструктовые константы, да, группа построена. Это чему было равно, Кирилл? Знает Мазан? Сказал, мы помним все с отношениями. ЛЦ, 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 ЛЦ. А теперь давайте самостоятельно посчитайте Сверху дейсмингов от луниных условий. А и П. Напоминаю, что наш же символ, мы выразили под 3, под 2, 2 генератора, как в Гринтайк, на предоставление В, с антикоммутатом. Это же вот С, да? А для антикоммутата у нас с нами было соотношение. Результат С у нас было равно ДНС, да? Я индекс С, наверное, не писал раньше, да? Давайте я вам сейчас тоже буду писать. Вот такая себе. Плюс D, B, C, E, Т, E, да? Такое отношение у нас уже было. Правильно? Ну и пользующие генераторы на предоставлении у нас нормированы с антикоммутатом. То есть 1, 2, 2, 3, 2. То есть полностью аналогично тому, как мы читали вот это или почему, да? То есть надо один символ D представить вот в такой форме, подставить сюда вместо D, A, B, C, T, A, и взять все эти слиты. Давайте самостоятельно считать. Вы напишите. А я пока напишу в комнату следующие. Дальше. 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 Продолжение следует... 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 Вот так вот, вот так вот. С F С F Так Каждый из слеток Мы по знакомым слетам можем циклически переставлять панкет, правильно? А здесь будет минус 1 на 2 до ряда 2 30 И здесь тоже Минус 1 на 2 Вм Вм С 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 Это будет минус 1 на 2n, это у меня два раза взять, потому что нужно сделать и здесь, и здесь, да? Дальше, минус 1 на 2n, то есть, я на квадрат минус 1 на 2n, это тоже два раза у меня встретилось, верно? И вот здесь еще у меня тоже, вот этот вклад-то мы не забыли, да? То есть, этот вклад, это что такое? минус 2n, согласно? Правильно? Вот этот вклад, антикоммутатор, трейс это антикоммутарный адрес, двойный трейс, а просто ТВ, это С? ТВ у нас двойки сократятся здесь на второе дельта, а здесь двойка Еще двойки, тогда у вас здесь антикоммутатор стоят А, правильно А, правильно Чему будет, Роман? Что получилось? Но это тоже стар programming Смотрите, и здесь два раза Смотрите, и здесь два Роман акций И вот тут все два И вот там, внуко, все два Н квадрат минус 4 на n Здесь двойки у нас все сократились Н квадрат минус 2, минус 1, еще минус 1 и еще минус 2 Н квадрат минус 4 Н квадрат минус 4 на n Такое замечательное соглашение получили Да? Движимость, ну а давайте запуним, она автоматится Просто так раздумывается А здесь? Да А можно просто поесть? Какой формулы для следых 4t? Ну, для следых 4t фундаментальным представлением? Да, да, да Фундаментальным, ну это просто будут какие-то комбинации f и d Ну, просто мы соотношение смыслами Видели же соотношение, что dA, b это есть что такое dA, b на 2m c, да? Правильно? Одна вторая dA, b, c, плюс i, f, a, b, c, на b, c Ну и вот это вот соотношение, если вы берете генераторы фундаментальных представлений, подчеркиваю, у вас будет выражаться все через d и f, да? Некое выражение через d и f И надо сильно не упростить Для 4t не упростить Если вы берете генераторы в присоединенном представлении, то это тоже, ну, то есть там много, да, у вас То есть это такой, то есть на самом деле будут нити бокс Да? В терминах нашей картины, который мы в конце прошлого семинария самолет, такой бокс Да? Да С ним особо ничего сделать нельзя, потому что он ни к чему не приводится Ну и вот 4 индекса, да? Понятно, что через наши f'ы никак не уходят А у нас, да, еще... А вот можно будет эту картину, вот эту семерку d очень быстрее? Ну, дело в том, что для d нужно вводить свою картину Со своими правилами, да? Ну, здесь такой кружок, да? И я вам прицелал Это есть d, a, b, c У нас по симметричным Но вот мы с вами пока что вывели только фактически одно из правил для т, что вот такая вот петля Здесь d и здесь d, да? Под другим индексом свернута Это c, это c' это а, это b, да? Пропорционально тоже d, c, c' То есть c, a и с3 М Rus' и вправday Действительно, можно дальше, скажем, Погов Assass young people. Мы действовали на прошлом семинаре Упрощать вот такое упрощение Упрощение упрощения Вizer'е там будет пропорционально d Это есть А2С3, А2С3, А2С3. Эффициент пропорциональности это вот эти Pn2-12 на Pn62. Я его не помню. Обычно такой машинный абдариф может быть построен, когда все ваши символы D представляете через генераторы фундаментального представления, а потом пользуетесь полнотой. Если это автоматизируют, то вот так вот можно все эти сверстки получать в математике. Давайте, если вам пользуемость нет, только не иначе, это не беспомогательные результаты нам понадобятся, то сейчас посчитаем то, что было ранее обещано. Наряди размерность неприводимого представления. У нас есть неприводимое представление, которое характеризуется двумя частями Pn6, в группе SU3, группе SU3, группе SU3, группе SU3, группе SU3. Но в основном там уже было больше значений. В SU3 пока что, да? Мы смотрим. В группе SU у меня не P2, а N-1 число должно быть, да, характеризовать. Мое неприводимое представление, а именно длина строчек таблицы Юнга, соответствующий. Напоминаю, что какие у нас такие неприводимые тензоры. Во-первых, у нас есть представление, которое мы можем строить на тензорах. Это некая общая такая конструкция. Причем верхний индекс. Верхний индекс при действии какого-то элемента группы, группы SU3, он преобразуется с помощью матрицы U, которая лежит в группе SU3. А нижний индекс, такой вариант, преобразуется с помощью обратной матрицы. Да? С помощью матрицы U-1. Т.е. это общий тензорный закон преобразования. Т.е. любой тензор при действии на него элемента группы, или что-то же самое при замене вот такой системы координат, для абстрактного пространства, комплексов, нервного, техмерного, преобразуется вот таким образом. И мы говорили, что неприводимыми тензорами являются симметричные отдельно по P-верхним и Q-нижним тензорам и B-следовыми. Т.е. такие, которые при свёртке G-1 и G-1 сдают 0. Т.е. симметричные отдельно по верхним, по нижним и B-следовым тензоры. Они неприводимы. Т.е. действительно, они неприводимы, потому что с помощью инвариантных тензоров, которые у нас есть в группе, это D- и E-1 и N, ну, в вашем случае, N равно 3, E-1, E-2, E-3, они являются инвариантными. И с помощью инвариантных тензоров мы с таким симметричным исследованием объектом ничего сделать не сможем. Т.е. мы не сможем понизить его ранг и привести его к какому-то более элементарному объекту. Т.е. объекту, у которого меньшее число индексов. Т.е. с помощью вариантов тензоров мы можем выделить им варианты по пространству. Т.е. фактически, что нам нужно посчитать? Нам нужно посчитать число таких симметричных, отдельно по верхним, отдельно по нижним, от бесследовых тензоров. Т.е. правильно? Т.е. если мы сумеем это сделать, то мы таким образом посчитаем размерность вот этого неприводимого представления. Напоминаю, что в таблицах Юнга неприводимое представление рисуется вот такой вот таблицей, где верхняя из заказа состоит из P плюс Q клеточек, нижняя из Q клеточек. И помните, я вам говорил, что в группе СУН, если у вас теперь не СУ3, а группа СУН, то неприводимые представления, им можно отротествить соответствующей таблицей Юнга, правильно? И как строятся тензоры, которые преобразуются по неприводимым представлениям? Вот, вспоминайте. Вот я беру здесь E1 и P плюс Q, да? Видите, здесь есть G1, G1. Я должен взять некий тензор, да? Акция, esempio G1, G1, G1. G1, G1, G1. G, это вторая строка, и это первая строка. Должен симметрозировать отдельно по всем строкам. В данном случае всего есть две быцы, в другом Польше . So, я должен быть отдельно симметрโцк Seminer, А дальше должен что сделать? Дальше должен по каждому вот этому столбцу антисимметризовать, правильно? Антисимметризация, смотрите, это что такое. Фактически я беру, давайте так вот, где-то с этих вот таких и есть и q, правильно? И по вот этим индексам, по вот этим индексам сворачиваю фактически с ε. У меня внутри SO3, у меня варианты тензора ε, я опишу так, i1, g1, k1, да? То есть по i1 и g1 свернул, да? Потом ε, i2, g2, k2 и так далее. И последний будет ε. То есть я по вот этим первым q-индексам антисимметризовал, да? В результате я получил это общее мое правило, которое говорит мне как строить в руке SUM как строй неприводимый тендер, да? То есть симметризовать по строчкам таблицы Юнга и антисимметризовать по столбцам, да? Причем столбцов будет не больше, чем n, правильно? Потому что если их больше, чем n, то можно симметризовать сословицы к сверху и с ε, и эти n клеток в столбцах можно просто удалить, да? То есть мы рассматриваем в таблице Юнга размер которых, количество строк которых не больше, чем n. Вот. Вот в нашем конкретном случае группы SU3 как это работало? Да? То есть мы антисимметризовали по первой строчке на индексах первой строчки, симметризовали по индексам второй строчки с вернули с ε, да? Получили некий тензор, я его назову, ну, давайте вот такой буквы, T, да? У него сколько индексов осталось? У него осталось P вот этих индексов, по которым я симметризовал, правильно? То есть здесь будет, я их напишу так, и Q плюс 1, и так далее, и Q плюс P, да? У него осталось P верхних индексов, по которым он симметричен, да? И Q нижних индексов, да? И Q нижних индексов, да? И Q нижних индексов. Ну, тоже очевидно, что симметричен, правильно? Потому что если я какие-то здесь вот P переставляю, это все равно, что я вот здесь вот переставляю какие-то I, а здесь какие-то J, правильно? А я здесь по этим индексам посимметризовался, правильно? Поэтому по индексам P я получаю тоже симметричный объект. То есть мы действительно получили вот то наше утверждение, оно согласовано с общим утверждением, да? Как и положено быть. То есть мы получили объект, который симметричен отдельно по верхнему, отдельно по нижним, и он, очевидно, бесследованный. Если я теперь возьму след, то есть верну какой-то индекс K1, скажем, с вот этим I, да? То я буду фактически сворачивать вот этот E с тремя индексами из симметризованной группы, да? То есть я буду получать 0, правильно? Андрей, чуть-чуть как-то. Смотрите, я понятно говорю? Ну, для группы SO3 надо запомнить, что сопроводимый тензор, то есть отдельно симметричный по верхнему по нижней группе следует. В общем, только это нам сейчас умножить. Только для группы SO3? Для группы SO3. Да? Для группы SO3 надо запомнить. Вот мы сейчас отличного отмерного суперверкального доставления для группы SO3. Давайте Андрей идите к доске. Стало все интереснее. То есть мы должны посчитать, сколько у нас есть от вот таких тензоров. Давайте сначала с более простой задачей начнем. Посчитаем количество тензоров, у которых просто P верхних индексов, да? И по ним этот тензор просто симметричен. Симметричен, да? То есть каждый из этих индексов может принимать какие значения? То есть скоро мы смотрим тензор над группой SO3. Какие значения мы будем принимать? Каждый из этих индексов преобразуется с помощью матрицы U, да? Которая лежит в фундаментальном доставлении группы SO3. А? Но тут до 20, либо 3, либо 8. А? Либо 3, либо 8. Ну, я тебе говорю. Мы видим фундаментальное представление, да? Мы уберем матрицу U, наверное, на тензорном азоне, да? И с фундаментального представления. Да? Три лежат. То есть у меня какой-то... Я как там вот так нарисую? То есть это может быть либо индекс 1, либо индекс 2, либо индекс 3. Правильно? Ну или 3, 2. Поскольку тензор симметричен, то я их могу все расположить так. Сначала располагаю все единички, их у меня одна штука. Потом все двойки, правильно? Да. А потом все тройки, правильно? Да. Так могу сделать. А3. Правильно. А1, плюс А2, плюс А3 очень много. Так. Ну, сколько? А теперь запрашивается, сколько таких различных тензоров есть, да? Сколько различных А1, А2, А3 есть, которые дают в сумме P. Вот я специально здесь нарисовал такие ящички. Да. А сейчас в них положу шарики. Сколько у меня будет шаров, и что будет шарами, а что ящиками. У нас по WISP, не важно, что это. Берем как-то название в C. Правильно? Сколько надо выбрать? Сколько у нас вариантов есть, если мы выбираем конкретно ISP? Чё-чё-чё? Ну, правильно. Мы выбираем по-русски это всё. Ну, по-русски я не умею. У нас есть P шаров, да? П шаров. Каждый из шаров мы положим в один из трёх ящиков. То есть в первом ящике лежит А1 шар, во втором А2, в третьем А3, да? То есть у меня есть P шаров и три ящика, да? P одинаковых шаров. То есть единичка не одинаковая, не хочется переставлять. Да. Значит, сколько у меня есть комбинаций различных распихиваний? Сейс по... по три. Из чего? Из 100. Из 100. Сейс из 100. Нет, понятно. Помните... Стопая у нас может быть... Координаторика какая там была? Ну, давайте берём такие обобщённые объекты, которые состоят из шаров и перегородок. Да? Да, да, да. Вот есть перегородка. Как мы можем распасти? А перегородки две штуки, и мы можем вставить их. А дальше мы вот эти обобщённые объекты между собой переставляем. А именно мы из P плюс 2 обобщённого объекта должны выбрать способы расставить передородки, да? Две перегородки. То есть будет C из P плюс 2, O2, да? Это число способов, которые мы из P плюс 2 объекта можем расставить на разные места две перегородки. Правильно? Осталось собрать почему-то плюс 2. То есть перегородки... Ну понятно. Потому что у вас P... Вообщемный объект это шары плюс перегородки. У вас две вот эти перегородки. Грубо говоря, мы перегородки ставим только между шарами. Да. Либо вообще снаружи. В принципе, да. У вас, в принципе, может быть пустой ящик. Ящик может быть пустой. То есть между шаров всего расстояние P-1. Да. И ещё с краёв две штыки. Чтобы разделить шары между собой, вам вот эти перегородки не нужны. Согласны? Да. Поэтому я их могу так сразу и не встретить. То есть вам нужны только две внутренние перегородки. В принципе, в первом ящике может быть ноль шаров, да? Да. И во втором может быть ноль. То есть я могу перегородить в третью. То есть статистика, база, равноз. Ну и чему-то, что здесь написано? Только этого, а? Ожирнее пишите, чтобы видно было всё. Да. На два факториала, на P-факториала, да? Угу. С чего это равно? Если простите. То есть это число способов, которые не имеют две перегородки, да? Можно поставить на 1 из P-3 в двух местах. Так вот, по сравнению можно сказать, что два факториала? Два факториала и P-факториала. Да. Для красоты можно два факториала тоже написать. А плечи там. Это мы посчитаем число тензоров с электричных по верхней менте. Да, где надо еще? Сколько число тензоров с электричных по Q-низу? Да. Ну, так же будет. Так же будет. Так же будет. Плюс 1. Ага. Это разве не число независимых компонентов? Это число независимых компонентов, да. Ну, когда я говорю, что сколько тензоров, ну, тензор там на 1, да? Тензор на 1. Я имею в виду число независимых компонентов на тензорах. Так, если бы большей связи не было, а мы эти числа просто перемножали. Вот. А где у нас связи? То есть мы говорим, что этот тензор, он бесследованный, да? Это значит, что у нас есть какое уравнение? Ну, что мы... Есть уравнение, что... Берем конкретный, не без. Ну, допустим, первый, да? Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Вот это равнение будет. Понятно? То есть у нас вот такая связь получилась. Вот такая связь. То есть мы должны из общего числа отдельно симметричных поверхностных по нижнему... Таких сколько будет? Напишите. На произведение. Произведение. То есть где-нибудь по жутнику напишите? Нет. То есть пишем отдельное число симметричных поверхностных по нижнему. Да. Тупо. Ага. На 4, да? Да. А теперь мы вычитаем, ну, всего и Q штук. Да. А теперь мы читаем число связей. Да? Ну, число связей это минимум от PQ. Или это... Почему мы продолжаем? Не, ну, смотри, у тебя угол нейрит получается сколько умений? Да, у меня есть Q минус 20. Вот глядите сюда внимательно. Ну, здесь у нас стоит некий тензор, да? Ну, да. Некий тензор. Он симметричен по P минус 1 верхнему и по Q минус 1 нижнему, да? Так есть. Сколько таких тензоров всего есть, которые симметричны по P минус 1 верхнему и Q минус 1 нижнему? То же выражение только здесь. То же выражение замены P на P минус 1 и Q на Q минус 1, правильно? Да. Понятно. Значит, число независимых компонентов у вот этого нового тензора, приведенного, должна сюда включиться, правильно? То есть, связи у нас независимые. Почему? Потому что, когда мы берем разную связь, у нас будут разные компоненты. То есть, у нас нет уравнений, которые связывают только одни и те же компоненты. То есть, каждое уравнение связи, оно включает в себя новые компоненты, да? То есть, среди вот этих уравнений все независимые работают, да? А, нет, это тоже нехорошо. А, просто здесь нехорошо. Ну, здесь нехорошо, да, минус. Ну, все. Число не приводило к нам. Да, ну, а не симметричность? Какая не симметричность? Нам без этого важно. Мы используем несимметричность, посчитаем несколько симметричных аспект, и вычитаем количество связей, которое возникает от исследователей. А, и симметричность мы получим после света? А? Что? Все равно сэпсионом мы получим ассимметричность по перестановке. Каким эксилоном? Сэпсионом или сэпсионом? Нет. Вот эта конструкция, которую я здесь объяснял, это я просто пояснял, откуда берется вот это утверждение, про симметричный исследователь индексы, из общего утверждения для группа Sq. Вот, да? Я, похоже, вас это немного запутал, но... О, вот именно я. Угу. С в поле можно написать. Не приводимый тенсор. Прямо так. МТ. О, не приводимый тенсор. Так. Ну и, значит, там, можно сразу вспомнить общие множители, П, а? Может, напишите сначала, или можете общие множители изучить. Общие множители изучают. Общие множители изучают. Общие множители изучают. Да, да. То есть у П на счете у нас есть у тебя общая. Остается здесь. П плюс 2. П плюс 2. Минус. П на коб. Минус права, тогда можно перечитать или вычеркнуть. Скорги раскрываем. Так. Минус права. Значит, можно еще разводить. Ага. Ну, давайте. Надо что-то стирать. Нарисуем, например, скобок. Вот, отлично. Вот, получили вот такое выражение для равнерности нашего неприводимого представления. Спасибо. Понятно, как мы действовали? Идеология понятна, да? То есть, мы из общего числа симметричных хоккей на поверхность на полифуру вычли количество связей. Количество связей давалось той же самой формулы, только с q-1 и q-1. Хорошо. Вопросы есть по этой подаче? Как в группе S1 размеры сейчас находится? Сказать? Неинтересно. Ну, давайте сейчас какое-то замечание. Такое замечание. Если у меня есть теперь не группа S3, а группа S1. Да? Группа S1. В группе S1 у меня мой неприводимый тензор, как строится, еще раз повторяю. У меня есть таблица юнга. Да? Вот я какую-нибудь такую для примера нарисовал. Да? Есть тензор количественных индексов, у которого равно количество клеточек на этой подаче, да? Дальше я должен симметризовать по индексам всех строчек, независимо, да? А потом антисимметризовать по индексам всех столбцов, правильно? По вот этим уже не надо антисимметризовать, здесь он крадет, да? По вот этим можно и все. Столбцов у меня не больше, чем M штук. Если у меня есть M штук, я могу этот столбец вычеркнуть. Почему? Потому что антисимметризация по M-индексам, это просто сверка с ε, правильно? То есть, это есть выделение неприводимого представления, вариантов пространства с помощью ε. Поэтому всегда для всех таблиц юнга, нетривиальных, есть число строчек n-1. Если их M, то вы эту строчку, этот столбец просто вычеркиваете, считаете, что вы свернули с ε, да? Тогда общая формула, она дается вот таким выражением, что размерность, размерность вот этого представления, она из произведения, между R, где d и d, это расстояние над первой клеткой, а d и d это длина крючка. Давайте я на конкретном примере объясню, что эти слова обращают Давайте рассмотрим какую-то таблицу У меня будет n-1 строка, а первая строка размером 2 Тогда что такое пикника? Я считаю расстояние до первой клетки От нее самой до нее ноль Если я ухожу вправо, то есть двигаюсь по строке, то я прибавляю ледничку Если я ухожу вниз, то я вычитаю ледничку Здесь минус 1 Если бы, скажем, вот здесь была бы еще клетка, то здесь была бы 2 Для этой клетки расстояние чем равно? Тоже 0 Потому что я должен один раз пойти вправо, то есть пол плюс 1, и спуститься вниз То есть по такому примеру считается расстояние То есть минус 1, минус 2 А здесь что будет стоять? Минус n плюс 1 Минус... сколько? n плюс 1 Минус n Минус n Да, ну... Не с нуля началась Теперь всего... Всего 1 строчка n минус 2, да? Что такое длина крючка? Вот я встаю в какую-то клетку, например, вот в этом И считаю длину клеток зачеркнутых вот таким крючком Сколько клеток я зачеркнул таким крючком? Ну, минус 2 А в 1 крючком? Да А минус 2 Почему минус 2? А вы еще 0 считаете? Я считаю количество клеток, им зачеркнуто, сколько их? Ну, n штук n штук Пишу n сюда Встаю сюда Здесь вот сколько я таким крючком зачеркнул? Одну Одну Пишу сюда 2 Одну Если я встаю в эту клетку, то таким крючком сколько я расчеркнул? n минус 2 Сколько? n минус 2 n минус 2 И последний сколько будет? Одну Одну А теперь я должен найти произведение по всем моим клеткам, да? н минус 2 И пробегают все мои клетки Для моего примера, чему это драма? Чему это драма? Чему это драма? Подмерность Клик Значит, я должен t прибавить n И по всем их найти произведение То есть будет n плюс 1 Да? Отсюда m Отсюда n плюс 1 И так далее И последнее будет Я прибавляю каждой вот этой числе, я прибавляю N и беру произведение, последнее по 6 раз. Т.е. это B есть? Да. Бой. Бой 2. Бой 2. Знаменательный стоит произведение всех вот этих чисел. Ошибители, да? Закончители. Вот все их произведения. Произведение стоит 1, N, N-2, N, а теперь нет, 2 и 1. Чем может равно? Н фактор R делить на N-1? Нет. Что еще есть? Чититель, чего нет знаменателя? N-1. Оставляю, все сократилось. Правильно? Н квадрат минус 1. Н квадрат минус 1. Н квадрат минус 1. Н квадрат минус 2. Правильно написано? Я туда вкатринку. Два вкатринку, куда лучше, куда? Две сточки. Да. Да. Подплют сюда. Хорошо. Давайте дальше прибавляем. Это прояснение про общую формулу для разумерности грудь-рислоя. Теперь давайте немного еще о таком утомлении рисковать. Так, вот это запомните. Следующая задача. И вот это следующая. Более сложная схема. Более сложная схема. Как галитой считать? Да. Ну вот смотрите, допустим, для вот этой, которую я нарисовал. Здесь будет 0, здесь сдвинуться вправо, значит 1. Допустим, вот этот берем, да, элемент. И считаем 2 и так. Чтобы получить этот элемент, я должен 3 раза сдвинуться вправо, и потом 3 раза сдвинуться вниз. Значит, плюс 3 и минус 3. Налее. Нет, нет, нет. Там если по диагонали убьем, то нижней диагонали надо... Ой, попал. Потому что один, наверное, два. Ну здесь будет 2, здесь будет 1, здесь будет 0, здесь минус 1, да. Понятнее. По диагонали 0 и минус 3, да. Хорошо. Третья задача. Третья задача такая. Давайте еще раз, теперь, мы это уже делали с вами раньше, попробуем на неприводимые представления разложить. Посчитаем, что такое в группе С3. В группе С3, что такое 6 на 6. Я имею в виду следующее. Так, вот шестерка у меня представляется вот такой таблицей номера. А вот, например, у Александра, я думал, файл на 2, да, то есть 2, а ху равно 0. Да. Ху равно 0. Представление, да. Размерность у него такая. Файл на 2, а ху равно 0. То есть будет 3 на 1, на 4 пополам, да. То есть 6. Правильно? То есть это действительно шестерка. Какими объектами он описывается? То есть на втором дом пробовали что-то там. На каких объектах он приводил на представление статуса? На симметричный тензор. Да, совершенно верно. То есть это симметричный тензор для меня верхними индексами. И 1, и 2, да? Да. Он симметричен по верхними индексами. Всё. И следовательств здесь никакой нет, потому что не везде. Да? Да, Кирилл. А если Q равно 2, B равно 0? Да. Шестерка с облёдочкой. Да. Шестерка с облёдочкой, да. Если Q равно 0. Ну, надо Q равно 2, B равно 0. Ну, это какая таблица? Вот я рисую по плюску, но... Как это тоже написать? Вот такая таблица, правильно? Потому что я здесь рисую по плюску. По плюску. По плюску. Ну, он описывается тензором, не знаю, фига для меня. С двумя нижними индексами G1, G2. И тоже симметричными по G1, G2. Правильно? Ну, фигментура в другом. То есть два индекса нижних. И они должны быть симметричны, да? Чтобы он там не приводил. И... То есть вот этот тензор уже по-другому представлению описывается. Комплекс его размерность тоже равна 6. Но... Это другая шестерка. Поэтому я обозначаю 6 со звездочкой. 6 со звездочкой. Действительно, это именно вот эти 6. Комплексно сопряженные. Потому что я из двух верхних индексов сделал два нижних индекса. Да? Как я эту процедуру делаю? Просто комплексно сопрягаю. Потому что переход от верхних к нижним индексам означает комплексное сопряжение. То есть у меня есть две шестерки. Одна шестерка и вторая шестерка. Да? То есть тут вот тензор, который у меня преобразуется по этому прямому произведению. И один, и два, и три, и четыре. Это есть произведение симметричного тензора по и один и два, и симметричного тензора по и три и четыре. Понимаете? Так что я должен этот тензор вложить на неприводимые. А как мы это... Как мы это можем делать? Как мы это делаем дальше? Ну надо вложить на реальный тензор. Во-первых, у нас есть наша теорема, которая нам говорит, что симметричный исследованный тензор неприводимый. Да? Понимаете? Значит мы можем всегда пользоваться этой теоремой. Для начала. То есть можно... Да, можно... Я разницу не буду ставить, я буду ставить стрелку, потому что мы с этим тензором что-то делаем, выделяя соответствующую часть. Да? Мы можем симметризовать по этим индексам. Пси и один и два. Пси и три и четыре. Симметризовал. Да? Получил тензор симметричный по четырём индексам. По какому представлению он тогда будет? Кое у него к чему равно? Четыре. 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 А нижних индексов у него нет. Значит четыре ноли. Да? Четыре ноли. Соответствующая таблица Юнга это вот такая вот четыре клеточки. Если по креску, если по креску, то если по креску. Ку на сутку вот. Соответственно, с точки. Правильно? Да. Такова размерность нолиа кольца. Птнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. Отлично. То есть теоремой воспользовались уже, да? То есть с помощью нашей теоремы из этих шести компонент 15 уже делили. Да? Что ещё можно сделать? Кроме теоремы у нас есть ещё и невариантные тензоры, да? Вариантные дельта у меня есть и ε. Но тут дельта не может 1 еф. Но дельта уношается на славе. Потому что дельта один индекс верхний, другой нижний. То есть вы ничего не добьётесь этим. Сворачивает с дельтой, да? С ε. С ε можно свернуть. С ε по каким индексам могу сворачиваться? По внутреннему нужно сворачиваться? Не. Нельзя. Он всё любит чем. Правильно? То есть можно только по одному этому, по одному этому, например. Так вот мы можем посмотреть такой объект. Вот здесь. Этим. 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 Три. Четыре. Этим. 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 Этим го И один нижний жир. Он приводим или не приводим? Он, очевидно, бесследованный будет, правильно? Потому что если я теперь про жир свернулся, то есть сделаю и два, то же самое, что жир. В силу симметричности пси-1 он бесследованный будет, правильно? А он b2n4 не симметричен? Вот, он b2n4 пока что не симметричен. И мы можем сделать симметричным, правильно? То есть мы его теперь можем сделать симметричным, рассмотреть фи, а здесь будет и 2n4. Мы можем сделать его симметричным, да, тензером. И это уже будет, например, один тензер. Какое представление будет? 2n1 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 Какая размерность? Точнее, там клеца 1 вот такая, здесь будет 3 клеточки, здесь одна клеточка, да? Здесь стоит p плюс q, здесь q. p плюс q, 3, q, 1. Размерность какая? Тоже 15. Тоже 15. Тоже 15. Тоже 15. Это тоже 15, но другое 15. То есть это представление не такое же, как это. Это не то же самое представление, да? Более того, это даже не сопряженное действие. То есть это некое другое представление 15. Вот изображается, но вот так вот, да? Если это 15 изображается так, то это 15 вот так, да? Что еще мы могли с вот этим сделать? Он у нас пока что никакой по xn2 и 4. Что еще с ним можно было сделать? Вот мы здесь симметризовали его по xn2 и 4, а могли еще? Воспользовались теоремой, а могли? В смысле? Водесим. А могли воспользоваться инвариатными тензорами, да? Да. А, все будет. То есть свернуть сэпсионом, правильно? Свернуть его сэпсионом? А, можно вопрос заранее? А у нас вот так вот получается интересно, что у нас везде вот таблицах юнгах получается, вот если у нас до тройки 2 клеточки, да? То есть здесь у нас таблица юнга, это по сути что получается? Это 4 клеточки, а потом мы от 2 вниз опускаем, потом какие мы еще должны отмывать вниз опустить, и мы должны 6-4 созвездочек и получить. Да, 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 я сейчас об этом настройку удалачиваю, сейчас закончу, если сказать. То есть мы можем еще это сэпсилоном свернуть, правильно? Свернуть сэпсилоном и 2, то есть взять фи, ж, и 2, и 4, и свернуть сэпсилоном и 2, и 4, и х, да? Осмотреть вот такой объект. Этот объект я, я сейчас не покажу, а что это? Ухи с индексами жилька, правильно? Спрашивается, он у нас приводимый или неприводимый? По жилька он симметричный или нет? Напоминаю, что наше вот это ξжили, которое волочном и seg2ге, т.е. фактически, χak это есть в терминах, tabletk1 и i3 и i4�, Это есер E1I3G , Пенсион 2 и 4к. В терминах исходности. Вот, значит, это есть такая вот свежка. По жилькам какой-то? Да. Симметричным появится у жилька. Если жилька переставлю, то все равно, что я и 1 и 2 переставлю, и 3 и 4 переставлю, правильно? Симметричный, как мы с вами говорили. То есть он симметричным получился. И какое это представление? 0,2. Такая вот обменность. 6. А таблицу любви мы все это уже рисовали. Вот такая шестерка. То есть это то, что мы назвали 6 со звездочкой. Правильно? 6 со звездочкой. То есть здесь получилось 12. Одно. 15. Второе представление. То есть это разные представления. Плюс шестерка со звездочкой. Да? Для шестерка это такое представление. Здесь это 4 звездочки. А здесь это 5. Пятнадцать как бы тоже со звездочкой. Нет? Нет. Пятнадцать не со звездочкой. Потому что 15 со звездочкой. 15 со звездочкой. А это 0,4. Это будет 0,4. Да. Это будет 0,4. Да. Это будет 0,4. Это другая 15. То есть здесь эти 15. По сравнению размера с 15 довольно много получили. Да? Это будет 0,4 действительно. А есть еще вот это можно тоже со звездочкой взять. И это будет еще одна 15. Другая, да? Вот. То есть вот так вот разложили. То есть чем мы здесь пользовались? Пользовались нашей теоремой при разложении и вариантами ТКРН. Понятно? Вот так вот. В принципе, то же самое можно было сделать формализм этих таблиц Юнга примерно следующим образом. Я, честно говоря, не хочу это подробно рассказывать. Вот у вас есть 3 таблицы, которые вы перемножаете. Одна шестерка. Да, как мы уже сказали. Такая формализация. И другая. А? Вот. Что вы делаете? Вы берете первый сомножитель. В всей его строчке пишите какую-то букву. В данном случае А. А потом начинаете отдельно по каждой клеточке присоединять эту клеточку, присоединять ко второму сомножителю. То есть на первом шаге после того, как я возьму вот эту клеточку и попытаюсь ее сюда присоединить. У меня какие таблицы возникли? У меня возникли вот такая таблица. И вот такая таблица. Правильно? Я могу эту клеточку присоединить сюда только двумя способами, чтобы получить таблицу Юнга, да? Таблица Юнга. Верхняя строчка. Вот. Каждая верхняя строчка всегда больше либо равна, чем нижняя строчка. А? Чем-то нижняя строчка. А на следующем шаге я беру следующую клетку и тоже присоединяю это А с всевозможными способами. Руководствуясь тем правилом, чтобы у меня не было в одном торпце два раза А. Да? Тогда у меня какие варианты есть? На втором шаге у меня есть вот такой вариант. То есть я А могу сюда впихнуть, могу еще вот сюда впихнуть. А здесь? Только строчка. Да. Здесь только строчка, да? А когда за... Нет, здесь сюда, могу еще впихнуть. Нет, ну, здесь будет, да. Ну, строчка здесь будет целая. То есть здесь будет А, и здесь будет А. Ну, и такая же. Ну, такую же я напишу. Я просто все различные смотрю, сколько будут, да? Ну, кроме того, вот эти, если у вас есть несколько строк, то эти индексы должны там еще некую решеточную последовательность образовывать. Ну, давайте так, более детально и подробно, скажем, можно с чем не видеть, а смотреть, что я говорила. Но здесь конкретно у нас только одна строчка, поэтому на этом процесс заканчивается, да? То есть мы с вами получили такую картинку, и такую картинку, и вот такую картинку, да? Это ровно то, что мы из другого способа получили. Что, Саша? Можно вопрос. А измерно, что если... Ну, сумма клеток, вот, перенаживая, должна огняться... Чего с вами может случиться сумма клеток? Ну, вот, по количеству клеток они должны всегда быть одинаковые, или нет? Ну, конечно, вот у вас их четырех должны быть. Но в результате произведения будет меньше четырех лет. Да. За исключением случая, если у вас их образовалось пять штук, в данном случае три, и вы их вычеркнули, то есть свернули с ε, да? Тогда будет одна? Угу. Тогда вообще будет без клеток. То есть в реальной отставлении клеток нет. Да. Ну, вот, в качестве примера того, что Саша спрашивает, ну, вот, здесь вот этот раз он нарисован. В группе СОН, если я умножу L, фундаментальное представление, оно сопряженное представление. Наверное, со звездочкой. Фундаментальное представление, это одна упаковая клетка, да? Одна клетка Тензор с одним верхним индексом, да? Правильно? А вот это представление, это что такое? Это Тензор с одним нижним индексом. Это что-то же самое, что антисимметричный Тензор с n-1 индексом, согласно том, что я с ε сверну и получу один нижний индекс, да? Или, значит, фундаментное представление, это m-столбец из n-1 клетки, да? Теперь, если я между собой перемножаю вот это вот правило, вот это вот правило, то я что могу? Я здесь написал A и смотрю, сколько способов у него есть. Я это A могу впихнуть сюда, то есть получится вот такая таблица, да? Вот здесь вот у меня теперь уже n-строк. n-строк это значит, что если я по ним антисимметризуюсь, это все равно, что я сворачиваюсь с ε. А еписантливым вариантом Тензора, вот я их алку на черту, здесь сказать, что это есть единичное представление. Единичное представление. А вот это представление, мы его только что с вами описали, это есть представление размерности n-1, правильно? Да. Поэтому n на n со звездочкой, это получается что такое? 1 плюс n-1. Где n-2-1, это вот такая таблица, да? И мы с вами уже встречаемся с этим, правильно? Например, в группе SU3, 3 на 3 созвездочке, это было 1 плюс 8, да? Где восьмерка как раз и была вот такой таблицей, правильно? Восьмерку у нас была вот такая таблица. Понятно, мы и гениться не пробовали, да? Да? Ладно, про таблицы Юрга, я думаю, что если кому-то понадобится, можете это найти. Главное, чтобы вы усвоили вот первый способ, почему он предлагает этот тензор неприводильный. Мы же сейчас использовали теорему, да? Потому что симметричные отдельные поверхности, которые уже мы исследовали, или они неприводильные. И использовали варианты для тензора. Эпсилон и жидко, и дельта и жидко. Ну, вернее, не пригодилось, а в тензоре можно еще использовать дельта для тензора, правильно? Когда вы берете тензор, вы приезжаете на тензор, так можно приводить его к более элементарным объектам. Точнее, варианты поставки для тензора. Хорошо? Вопросы есть? А вот единичный, ведь может только появляться, если мы умножаем что-то сопряженное, правильно? Если мы умножаем сюда... Да. Ну, вот, не знаю теорему, в теории вдруг, что если бы д на д со звездочкой умножать, и там всегда единица есть. Ну, я говорю про то, что если мы сюда умножаем все без звездочек, то тогда единичный никогда не будет. Или для тебя? Ну, я говорю про то, что это не может. Ну, это вообще, говоря, не... Для из-за три группы. Хотя бы. Ну, потому что ведь единичный можно поиграть, сказать, дельта. Поэтому если индексы верхние, то дельта ведь не может быть. Ну, есть ε? Ну, и ε есть. С лишним и ε. Ну, значит, если вы м раз можете... Ну, м раз рассмотрите какой-то... То есть, вы неправильно говорите. То есть, я могу рассмотреть вот такой тензор в Си, который есть. В Си 1, В Си 2, В Си n. Ага. Да? То есть, это я что сделал? Н раз умножил на себя. Н раз умножил на себя. Рассмотрел такое. Н на Н на Н. Правильно? Да. Да? Но у меня есть вариант тензор, такой вот я писал. И один я. Да. То есть, в принципе, вовсе не обязательно сопряжённую базу закричать. Да? Так. И давайте к более интересным физическим разводдачам переходим. Это была некая математика. Вопросы есть? Потому что я не собираю. Более-менее всё понятно? Главное, здесь вы запомнили вот это утверждение. Наверное, выявится неприводимое представление ядового теориям. О том, какие тензоры являются неприводимыми. Это основное, что вы должны вынести. Если вы это будете с Юнгой, здесь не запомнили, как они строятся и что с ним. Вот так сразу. Четвёртая задача. Четвёртая задача. Она уже имеет более физическое содержание. Составит следующий. Давайте посмотрим на филоновский потенциал. Вот мы знаем, как он у нас присутствовал в электродинамике. Филоновский потенциал. Мы могли рассматривать упругое растение электроны на электроне. И из амплитуды этого упругое растение вытаскивать потенциал. Правильно? Но так мы хотели, напоминаю, потенциал брейка. Даже с точностью ВС квадрата. Да? Давайте попробуем то же самое сделать в хромодинамике. А именно посмотрим, как за счет цветовых множителей будет модифицироваться вот этот филоновский потенциал. То есть я делаю следующее. Вот я рассматриваю. Пусть у меня есть кварк и антикварк. Кварк и антикварк. Это антикварк. Я хочу посмотреть, как они будут взаимодействовать друг с другом на древесном уровне. То есть из древесных диаграмм я смогу потенциал вытащить. Они у меня могут находиться в разных цветовых состояниях. Правильно? Если там как у меня кварк вписывается на такой цветовой балловой пункцией, то у антикварк на меня вписывается вот такой цветовой пункцией. Как мы только что с вами видели, что n на n со звездочкой это есть 1 плюс n по важному с 1. То есть как мы разлагаем это в данном случае. Выделяем след. То есть используем как раз нашу теорему. Выделяем след. Там на единице на н. Дрежим. Ку. С. Ку. С. Все остальное. Ку. 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 Что выглядит в соответствующую диаграмму рассеяния кварка на антикварк? То есть у меня есть вот такая диаграмма, здесь кварк и здесь антикварк Так, исполнение декса надо написать, здесь И, здесь И штрих, это кварк, который выглядит Здесь антикварк вначале Ж, антикварк в конце, лежит штрих Такая диаграмма есть, какая еще есть? Обмен. Есть. Какой обмен? Сколько есть кварк? Антикварк вначале. Антикварк вначале есть Антикварк вначале есть Вот такие две диаграммы Про антикварк вначале мы с вами знаем, что антикварк в потенциале брейда Она давала за счет пропагатора Она давала поправку Vc в квадрате В главном проекте по Vc несущественным членом То есть она давала какой член, кстати, в брейде? С дельтафункцией С дельтафункцией, да? С кусок от спин спинного взаимодителя, да? Дельтафункция была и от того? Да, там было несколько дельтафункций, но была дельтафункция, которая от спины не зависит А плац, которая в спину зависит В частности, спина в спину зависит То есть это спин в нормальном взаимодействии Это уже такой дельтинейский эффект То есть в главном порядке по Vc нам не очень интересен Ну вот и отлично, давайте с вами посмотрим два разных случая Вот в первом случае у меня начальные и конечные волновые функции являются симулетами То есть моя волновая функция начального состояния вот этого Пси и Ж Это если некая альфа, мы видим Лежи То есть у нас это целый Ну вот давайте так, альфа мы видим Лежи, здесь мы в качестве альфа Лежи Ну вот просто, шла альфа тебе длежит Ну нет, мы можем еще написать Q пустер трет Ну чтобы не запровождать здесь все такое Я просто альфа напишу А может быть Ну, условно в актете Актет Актет это для n равной трём Вот если n равной трём, то n равной трём это 8 Актет Вот и снижи Снижи в актете это есть Ну вот то, что здесь написано Лежи Давайте актет в кавычки возьмем Потому что я за собой региционы буду таскать Н равной трём это режим У меня есть симулет и есть актет Ну вот и давайте посмотрим Как модифицируются наши Эти диаграммы за счет квантовой Хромодинамики Какие дополнительные Возникают множители У кулоновского потенциала То есть если бы здесь был фатон Отсюда мы могли бы извлечь Кулоновский потенциал По формуле соответствия Которая у нас была То есть записываем наточный Агумент Уделяем с него симулами Функции Ампутируем Берем преобразование Фурье Получается потенциал Из амплитуды Что стоит в квантовой хромодинамики Вот на этой решение В ампутируемом взаимодействии Так, разумеется Размет G Стоит минус И G Гамма-бюн То есть тот же, как мы Динамим И цветовая младенция Если вот этот индекс а у гиона Ну здесь пропагатор пошел Если есть индекс а То он перестает Матриц Т С индексами как расставленными Двигаюсь против стрелки Против стрелки Двигаюсь Пишу сначала индекс строки Потом индекс И штрих И И штрих И Здесь у вас будет стоять Матрица Минус И, Ж Гамма-ню Т Б Правильно? Т Б А здесь будут индексы Ж Ж Штрих Двигаюсь против стрелки И пишу сначала с врагу Потом столбец Ж Ж Штрих Да? А гионный пропагатор Он у меня пропорционален Дельта А1 Верно? Да Т.е. по цвету он пропорционален Цитовым метрикам Вот этих гионов Да? Дельта символов Подставнивается Так В этой версии что будет стоять? Минус И, Ж Тоже Минус И, Ж Гамма-мюл Т, А С индексом Ж, И Правильно? Ж, И Ж, И Отлично Вот что я делал От этих гамма-мюл Мы сами знаем Да? Из них Куланский потенциал Отступен в конечном счете Когда матрица 4-мя Присчитаем И вся модификация связана только Здесь С цветовыми матрицами Т Да? Ну вот давайте попробуем Ее учесть Но сначала Сделаем следующее Давайте Сделаем Давайте Давайте Сначала Нормировать функции Нормируем на единичку Да? Т.е. что Си И Ж На Си И Ж Со звездочками Т.е. то же самое Си И Ж На Си Ж Да? Индекс И поменял Взял звездочку Индекс И поменял Вверху Равном Равномируем сначала Нормовые функции Найдем отсюда Что такое Куна с чертой Тринам Найдем Сну Три Су Раз Найдем Получается Тринам Су Тринам Тринам Су Тринам 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 Су Да, А вот, да. И для случая b у нас что получается? Ну альфа у нас получается по модулю равно 1. Не узнаем. В принципе, можно выбрать и диагноз. Ну, корень 1, 2. То есть можно выбрать корень 1, 2, 1. То есть можно выбрать корень 1, 2, 2. Давайте для следующего B посмотрим. Опять же слышим в условиях, как это условия номеровки. Условия номеровки напишите аккуратно. Условия номеровки означает, что у нас должно быть ИТ, ЖТ. Да, это у нас равно Куб ИТ, Ку с чертой ЖТ, минус единица ДТ, ИТ, Ж, Ку с чертой, довольное. Значит так, вот это все выражение надо собрать и ЖИ поменять местами. То есть у нас получается, вот эту штуку спрягаем, они местами меняются. Вот у нас получается. Ку с чертой начинается, да? Ку с чертой с чем? Ку с чертой ЖТ. Чего? Так, сейчас ИТ. ИТ с нижней минусом, да? Ку ЖТ. Ку ЖТ, да. Вот, минус, минус, нер. И дельта ЖИ. Да, и дельта ЖИ. Да, и ЛОЗ, чуть 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 чуть. Дельта ЖИ, койка. Дельт дежи ЖИ, койка. А это то же самое Куб. Да, и там Куб у чертой так же. Угу. Уху, у чертой. Угу. Вот, ну получается, что у нас вообще Q, жиры, Q. Волновые функции напоминаем, которые у нас на культуги входят, да? Метры, наверное, лучше 3 соток единиц объема, да? Поэтому эту номеровку здесь все-таки найдем. Так, Q, наверное, это будет Q, Q, и-то, да? Просто перемножаем в куточки, да? Да, просто получается. У на Q, чертовили, да? Правильно? В квадрате. А. Ну, плюс все в квадрате. Да. Так, значит, смотрим. Давайте вот эти вот члены должны перейдем. Значит, у нас получается плюс единица на н квадрат. Ну вот. Держи на держи у нас даст н. Вот. Метон даст. И еще получится Q на Q, тоже в квадрате. Вот. Теперь перекрестка. Перекрестка у нас получается минус будет стоять. Вот. Значит, единица на н, будет единица на н, будет единица на н, будет. Дальше, значит, дельта режим, когда намножим, получим Q на Q с чертой, вот, Q на Q с чертой, как в этом, так и в другом случае. Вот. И одно Q на Q с чертой отсюда возьмется. Вот. То есть, такие штуки две по идее, да? У нас двоечка получается. Вот. И Q на Q с чертой в квадрате тоже. Ага. Значит, смотрим. Вот здесь одна такая уже есть, потому можем эту перечеркнуть и здесь, допустим, будет написать. Если вам отключите равенство, правильно? Да. У нас в 4 квадрате выносим, да? У нас в 4 квадрате. Единица минус, единица. Так, ну… У нас в disadvantage. У нас в исток. Ну, дусть иди назад. Угу. Утренно должно быть равно единица, да? Единица. Угу. Отсюда мы получили, ангардировочное условие, Что такое хунок с чертой? Да, мы пишем хунок с чертой, но мы... Хунок с чертой, но если мы его не комплексно выбираем, то у нас получается это лица. Дается какой-то клетчател. Псинолик. Ну, опишите. Псинолик, адрес, напишите. Да, все. Вот, вот такое выражение получилось. Почему мы их нормировали. Хорошо, а теперь давайте посмотрим, что у нас в амплитуде изменится. Ну вот для случаев а, для синклетной сначала, да, для синклетной. То есть вот у нас есть начальная волновая функция, да, синклетная, и конечная волновая функция, тоже синклетная. И давайте посмотрим, с чем она будет сворачиваться, с какими маптицами. Значит, начальная волновая функция, значит, начальная волновая функция, индексы должны быть такие. Вот они у нее правильные. А, G, G. Вот. Значит, индексы G и G у нас здесь свернутся вот с этим G получается, и с этим G. То есть вот мы пишем вашу амплитуду, да? Амплитуду. Амплитуду. То есть, во-первых, все галоматочные структуры и так далее. То есть у нас выйдет, по идее, то, что там... Ну, выйдет то, что было в динамике, да? Единственное, это замены альфа на альфа альфа, да? То есть у нас константы немножко по-другому. То есть называется, да? И какой дополнительный множитель? И дополнительный множитель, это, соответственно, будет вот эти вот T... Ну, то есть это будет T, A, по идее, значит, T, A с индексами. Давайте по-другому, 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 по-другому. А, ну да, когда у нас здесь A есть для A будет. То есть тоже будет A. Вот. И здесь индексы жиш-тыжи. Жиш-тыжи, да. Вот. И еще волновые функции, соответственно. Вот пишем начальную волновую функцию, конечную симуляцию еще. Да? Симуляцию. Так, начальная волновая функция. У нас получается... Си-тыжи, да? Да. Си-тыжи. Их. Тоже пистелем, да? Вот тоже ее хотим синглепнуть взять. Так, сейчас. Их. Их. Я так даю вот этой крепкой. Их-тыжки. Смотришь? Угу. Потому что там сопряжем, да? Раньше тут подчеркнуть. Она тоже синглепнает. Угу. Угу. Хорошо. Подставляем. Вот погодите секунду. Вот раньше, когда у нас была электродинамика. Когда была электродинамика. Вместо вот этого, что стояло в вершине? Если я все равно хочу рассматривать парки. Да? Там была зарядка уже не быть. Угу? Там были заряды. Угу? На их заряды. То есть уже это был заряд, на их заряды. А по цвету там что было? Ну, ну, на рассмотре просто был свет. По цвету. Ну, что стояло в вершине по цвету? Да, если я разматриваю рассеяние кварков. Или через фотоны. Что здесь стояло? Во-первых, заряд, кварков, заряд электроны. Что еще? Вот на этом месте хвосты. Дельта, и х-тыжки. Дельта, да? Дельта, и х-тыжки. Вот, когда у нас здесь стояла дельта. Здесь дельта, здесь дельта, да? Мы просто получили бы просто их произведение на армировку, которая равна единица. То есть это все бы перешло в единицу, правильно ли, пардинально. То есть мы правильно реализовали здесь. А теперь это уже перейдет, посчитаем. Для этого я вам вспомнил себя. На прошлом семинаре все такое ТА на ТА. Помните, как я вас решил запоминать? Крест минус... Крест минус единицы, да, и вот так. То есть одна вторая. Пишем, что такое ТА, ТА. И соотношение по луну. То есть у нас получается две этапы. Две этапы. Значит, крест это у нас получается ИЖ. 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 И. И. Минус. Д. И. И. Штрих. И. 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 Коэффициент их не сигнален еще. Да, вот здесь. Не сигнален, здесь нас. Угу. Каждый из наших ПСИ. Они, вообще говоря, разные ПСИ, да? То есть у них разные компоненты могут быть у этих ПСИ, но у Сен-Глета только одна компонента. Поэтому они все выглядят одинаково и вот так. Да? Вот, ну и просто переписываем. Вот, у нас получается одна вторая. Значит, смотрим. Вы не переписывайте, а напишите их? Да, давайте. Наверное, это уже правильно, я бы здесь подставлю на эту прощину. Так, так, проще. Да. То есть у нас получается А по модульству в квадрате. А по модульству в квадрате у нас был, наверное, единица на 1. То есть единица на 1. Как это? По модульству в квадрате мы уже было на 1. По модульству в квадрате мы сделаем патруль, если уже кое-что, предположим, что можете его использовать, это уже на 1. И не нужно делать все так. Смотрите, я вам это делаю. Просто, кстати, если у нас получается, есть не что-то об этом. Лучше, вы не можете больше не выкажу. Вот, ну и вот так. И вот... И вот, ну так, имя жистих жи, дельта жистих жи, вот так сейчас, я не знаю, жистих жи, дельта жистих жистих жистих, вот так, ну так, давайте посмотреть, у нас есть... Дальше, соответственно, здесь, смотрим, у нас есть жих. Нет. Жи, да, и есть. Дальше, соответственно, здесь, смотрим. Ну, от штрихов началось, смотри, здесь индекс G' на что превратился? Ну, индекс G' у меня превращается в G' Да, индекс G' в G превратился. Ну, получилась единица N. Дальше здесь смотрим. Дельта I. Значит, I у меня в G превращается. Дальше здесь, значит, получается I' G' и здесь I' G' тоже N получается. Вот, значит, G' и, I' штрих, здесь I' штрих, здесь I' штрих, здесь I' штрих, вот, получается, одна вторая, блин, степень, нужно садить вот так вот. Нет, ну, вот, вот, на XI, смотрим на XI. Значит, вот I' и I' сворачиваем, здесь получаем G' Last. Я вам помогаю, по Gi' fit. Итак, давайте сità grandza ik вот это маркетинг, That is I' ин perragge, другим первым Mehmet, для тех, there is I' quite are on the whole и в ABOUTG. Это Н. И здесь тоже у вас общая Н. Н-то общая. Да, у нас одна вторая получается, одна вторая, мы Н вынесли. Вы так вынесете тогда? Да, да. Ну да, я вынес, закатился с тем Н, получил минус единицы, на кое-нице, на Н просто. Такая второжение. Не я. Нет, это так важно. Да, Н, где она все выражает. У вас все вот это, это у вас из второго, из второй слетки выскочилось прямо, да? Из первой слетки. А, все, понял. Значит, у нас получается одна вторая, два Н, минус единицы на Н. Ну, это что такое? Это сейчас, это у нас получается С. 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 В. 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 Гningar. С. Рендерго. В. 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 З. Т Thursday�х. И. Н. Акономика. В. В. С. Тверокатredge czy. Это в актете мы получили. То есть в актете у нас как было притяжение, так притяжение не осталось, просто коэффициент cf, усиливается немножко. Давайте посмотрим то же самое в актете. На самом деле этот актет это объект преобразующий по присоединенному представлению. В общем случае это не актет, а n2-1. То есть нам надо воспользоваться по сути вот этим раньше, только здесь считать, что у нас здесь актеты стоят? Да. Давайте перепишем еще раз. Да, в смысле все. И m равно, да. И m равно. То есть за отношение полноты сразу можете. И прям. Так, кстати, вот здесь вот раз вы уже подписываете, да, вот здесь вот тоже нужно будет иметь писать, да? Ну, вы пишите эту строчку, а на эту строчку. Здесь он будет удалить, да. Да. Так. То есть теперь расслабиваем два разных актета, причем они разные. То есть начальный актет и конечный актет это разные актеты, да? То есть а один и а два. То есть у них компонентов много, поэтому у вас начальный актет может иметь какую-то, скажем, единичку в одном месте, остальные имели, а конечный актет единичку в другом месте остальные имели. Это первая актета, да, и вторая актета, сопряженные, и штрих, и штрих, и штрих, ага, вот так. Все, вставляем. Теперь, что делаем? Смотрим, значит, нам нужно аналогически... Смотрим, что такое вот это театра. Ну, не зря это соотношение полоты вспомнили. Пока не надо еще раз писать. Соотношение полоты пока еще раз не пишите. Ну, вот это переписать или просто аркеты? Ну, можете по языку писать. Ну, театра у нас, получается, это одна-вторая. 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 Вот. Есть. Дельта-драма. Значит, здесь у нас получается и штрих-жи штрих, и штрих. Вот. На их-жих. Ж-их. Минус-гельта. То есть, вниз на-л, да? Да, вниз на-л. И штрих-их. И штрих-их. Значит, ж-жи штрих. Ж-жи штрих. Ж-жи штрих. Вот. Отлично. Вот. Так. Сейчас мы закроем. На секунду останавливаемся. Теперь, если я без этой скобки возьму вот эти дельты и начну их сворачивать с вот этими псями. Всями. Что получится? Вот, например, берем вот эту дельту и штрих-жи штрих и сворачиваем с вот этой пси. Ну, если будет, например, какой-то режим стоять. Да? Нет. Пси у нас сейчас по условию это акцент. Да? Да. Он у нас какой? Отчего? Пси. Бесследов. Бесследов. Да? Прямо, если бы след выделил специально. То есть, это бесследовая личность. Да? Кто? Ну, соответственно, если у нас получится что это равно следу, то это должно быть воборот у техни. Это получается оно что это равно следу? Ну, должно получиться. Допустим, вот смотрим. И жи, да? У нас и жи. Смотрим, вот здесь есть и жи, да? И жи, да. То есть это умолен. Молен уходит, да. Первый угол ему хуже. Остается только с того. Давайте напишем, что осталось. То есть у нас получается минус единица на 2n. Сейчас там у себя коэффициент минус единица на 2n, да? Значит, дальше. Пси с нужной индекса мы сейчас напишем. Значит, пси я пока напишу. Пси от басов и желтая. Вот, теперь индексы смотрим, какие будут. Значит, смотрим, вот здесь у нас было и, оно заменится на и штрих. Значит, и штрих. Дальше смотрим. Значит, вот здесь у нас жи, оно заменится на жи штрих. Оно заменится на жи штрих. Вот. Ну, или можно просто и жи писать. И жи писать. Но здесь весь чёрт. Значит, жи и. Ага. Вот. И умножить больше всего. А, ну и умножить ещё, соответственно, там вот все, что у нас было. И м. Ага. Ага. Ну, отлично. Теперь давайте сравнивать с тем, что у нас было в электродинамике. В электродинамике вот здесь, например, вся лулинцевская структура сидит, да? Но здесь в цветовой структуре никакого не было, да? В электродинамике у вас вместо вот этих т стоят в шилах что? Ну, дельты. Если здесь фото, здесь стоят дельты, да? И если вы по этим дельтам свернётесь с этими пси, то получите что? Какую комбинацию? Ну, пси, на пси смысле производят. Вот такую комбинацию и получите, да? Вот. То есть, вот всё, что здесь написано, всё, что здесь написано... Ну, у нас лишний минус выскочил полностью. Это и есть то, что мы имели бы в электродинамике, да? Если бы рассеивали, если бы рассеивали, то рассеивали фарты, да? То есть, здесь стоят вихлоновые функции, которые мы должны по правилу извлечения потенциала авторизовать, да? То есть, просто вас не должно смущать, что здесь ещё вот эти пси стоят, да? Мы их как раз отфакторизовываем и извлекаем потенциал вот отсюда, да? Потенциал. То есть, наш потенциал теперь для актета какой получился? Ну, шутливо. То есть, у нас получается, что потенциал... Понятно? Всем понятно, что вот эти пси, они у нас ушли в маточный элемент динамический. Вот. У нас лишний минус получился, а у них лишний минус получился? Нет. У меня непонятно. Ну, я это и знаю, что здесь уже выясняют хирию. Нет. Вот это у этих динамики... Здесь вот спиноры все стоят. Спиноры. В томе спиноров у вас есть ещё цветовые уровни. И они тоже должны были в этих динамиках выносить. Правильно? Мы же смотрим в отличие от этих динамики, от того мы знаем. Там тоже у вас цветные будут лаки, да? То есть, когда у вас фотомы не опиниваются, а они цветные не перестают. Просто под цветом у решения стоит какая-то синяя. Цвет переносится. Да? И тринамика процвет не так намеряет. То есть, мы видим, что если кварк и антикварк находятся в присоединённом представлении, ну, для СУ3 в аптете, то у нас возникает вместо притяжения кварк-антикварка возникает отталкивание. И это вот ещё один такой аргумент, почему у нас внутренний зон, ну, это очень слабый аргумент, понимаете? Потому что мы только древесный уровень рассматриваем. Почему внутренний зон у нас кварк-антикварк находится в синдетном состоянии, да? Потому что если бы всё давалось только древесными диаграммами, то если бы всё было пертурбативно, то в случае актета они бы просто не вытягивались. То есть, да? Небосвязанное состояние не образованное, да? С какой-то диаграммой какая-то история? Если то же самое написать? Да не надо писать, давайте просто посмотрим аккуратно. В случае с ингретом. А, нет, ну, мы должны связать, соответственно, в случае с ингретом на... здесь, значит, на начальную, да, то есть ижи будет там нажаться. На дель vege, да? Да, на дель vege это будет след т.а. То есть 0. То есть в актете, который нас интересует, диаграмма просто вклада. Просто этого вклада нет. В отличие от гипродинамики. Вактитик будет, но он будет, еще раз повторяю, по ВС подавленный. Главный потенциал, главная поправка, мы ее расписали, и она будет такая. Такая вактитик. Правильно? Спасибо. Почему я здесь не писал индекс А? Потому что вот этот объект, который мы уже писали, он преобразуется по присоединенному подставлению. Как я мог бы увидеть? Я мог бы эту КСИА и ЖИЛ. Свернуется ТА. Это же числа, просто константы какие-то, да? Тогда то, что получилось, это был бы некий объект с индексом присоединенного подставления, который изменяется от 1 до n2-1. Понятно? То есть вот эта штука, этот тенсор, он преобразуется, на самом деле, по присоединенным подставлениям. Вот это подставление n2-1, которое мы получили, это и есть наше присоединенное подставление. Помните, что такое присоединенное подставление? Понятно? Из структурных констант, которые мы с вами строим, да? То есть гуминаторы, которые А, Б, С, строятся из структурных констант. В нашей рейтинге, в нашей рейтинге, в нашей рейтинге, в нашей рейтинге, в нашей рейтинге. Хорошо. Давайте последнюю подставочку учим. Или еще в состоянии? Нет. Нет? Если нет, то я могу вас тогда отпустить. А если четверг, то где? Хорошо. Давайте тогда я вас на этом отпущу. Хотя что-то бы выравнивать, если мы еще двух часов посидим. Что за четверг? Четверг, полу-четвертого. Здесь. Все. Еще раз. То, что мы с вами сделали, это не есть аргумент для компаймента. Не аргумент компаймента, да? Да. Что да. Вы мне сейчас обратно говорите. Потому что у вас реальное взаимодействие в мизоне, оно не пертурбативное. Основные эффекты, которые вам дают массу мизон, и так далее. Этихспектральные функции устроены. За счет этого и не пертурбативных эффектов. То есть там нарисовали другие диаграммы, тем более древесные. Вообще говоря, некорректно. Да? Да. А все может определяться совершенно другими механизмами. В частности, там, кварковым, геонным компенсатом и так далее. Понятно. То есть это просто некая качественная такая картина, как учитывать цветовые множители. Да? Странные множители. То есть мы видим, что на малых расстояниях, когда кварк-антикварк очень близко друг к другу находится, что действительно на малых расстояниях не может пользоваться трение возмущений, да? На малых расстояниях там все углеты, они будут притягиваться, в аптете они будут отталкиваться. Да? Не подъема. Но на больших расстояниях, когда вы уходите на расстояние порядка единицы на лямбке ТХД, у вас уже потенциал существенный некулоновский. У вас добавка, ну если вы феноменологически этот потенциал пишете, у вас возникает добавка типа альфа на эр. Да? Альфа на эр. Который удерживает вам кварки внутренних золах, да? Да. Альфа на чуму его? В смысле, у него была пистанта оживили, я не притягиваю на ней. Ну, чистка она, например, на чуму его. Угу? Да, да, да. Угу? Да, да. Угу. 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 0,25 гв в квадрат. Понятно? Угу. Хорошо. Еще одну смесь. И да. Все туда, на 7. Угу. 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 Продолжение следует...